Кажется, по-новой хунтуберы у нас в стране закончились не только ракеты, как заявил наконец-то наиволочнейший, а и много что еще. Часто человечность, повсеместно запчасти и здравый смысл. Бывает так, что полностью заканчивается терпение и силы. В этот момент, как правило, появляется что-то, что как бы намекает. Не смейте опускать руки. Вглядитесь в глаза и вслушайтесь в голос. Кому больше нужно спать и на рыбалку. Шановные волонтеры города Павлоград, ежачки, третья рота, которой я являюсь командиром, висловлю вам щиру благодарность и подяку за вашу помощь и труботу, за ваши старания. Вы придбали для нас газовые баллоны с грелками для приготовления ежи. Сейчас перед мной стоит 10-литровый, другие уже два раз ехали по ВОПам. Также щиро дякуем вам за ваши солодощи, которые так уж уже были рождены, такава, по всему подразделу. Щиро вам подяка. С нами Украина. Мы разом все переможем. Да, теперь после подписания нового закона про мобилизацию, многим кажется, что вопрос с ней решится поскорее и поточнее. Но знаете, что я вам скажу? Все мы понимаем уже, что в итоге вся ответственность за все вообще ляжет не на власть, а на людей. А это значит, что чувствуя и осознавая свою безнаказанность и оправдывая ее сложным положением на фронте, нас будут прессовать и крутить. Теперь любой человек в любых погонах сможет создать проблемы любому человеку не в погонах. Это, пожалуй, все. Никакой справедливости, никакой целесообразности, да думаю, что и никакой законности не ожидается даже в проекте. Это касается не только гражданских, это касается всех. Доброго здоровьячка, хунту и хунтубры. Мы из Украины. Если вы ждали от меня хороших новостей хоть раз в неделю, то вынужден вас сейчас разочаровать. Их нет у меня на данный момент. Может, поэтому еще мне все сложнее выходить в эфир. Рассказывать ей что? Да только за большую часть моих рассказов меня можно либо отвезти в СБУ, либо обвинить в зародофильстве, либо вообще выгнать из страны. Есть реальность, и она с каждым днем все выразительнее. Фоном показываю фото за вид от деда, комменты из-под ваших донатов, и могу предложить вам только пару идей. Не распылять имеющиеся силы, быть все время предельно собранными и хоть раз в пару недель пытаться где-то отдохнуть, иначе доведется обращаться к врачам, а это на многих территориях часто вообще невозможно. Такое настроение не повод закисать. Наоборот, работа кипит. Пока не потерялся в обзоре новостей, отчитаюсь о том, что Тойоту мы почти закончили. Сейчас ее собирают в готовое изделие. Запчасти найдены, куплены, топливная, промыта и высушена, форсунки перепроверены на стенде и восстановлены, готовы к работе. Скорее всего, мы не потянем купить за донаты еще и резину на нее, потому что мне сегодня вывалили предварительный счет по работам и запчастям по топливной, и я вижу недостающую цифру в 20 тысяч гривен. Без этих 20 тысяч гривен Тойота не выедет со СТО. То есть она будет там стоять ровно до момента, пока мы не сможем проплатить эти работы и запчасти. Так что да, я снова буду конючить вас помочь на карту МОНО. Нам нужны эти 20 тысяч гривен, чтобы машина смогла наконец-то помогать делать побольше хороших русских. Поможете? Еще уперлись в проблемы с квадроциклом, которые пока благополучно решаем вроде. Радиатор починили давно, вернее сделали новый, блок цилиндров сделали, по трубке поменяли, но уперлись в резину. Оказывается, нужной нам резины в наличии в Украине нет, а под заказ доставка займет от трех недель. Нашу резину размолотило, восстановлению не подлежит. 23 на 8 на 10 не нашли, как не искали, но благодаря нашим постоянным союзникам из Шинштаба нашли 23 на 7 на 10. Два колеса вышли на 7452. Нам отдали по себе стоимости. Одно колесо смысла брать не было. Восстановленное колесо оставим как запаску на крайний случай. Если попытаться описать происходящее сейчас несколькими предложениями, то выйдет приблизительно вот так. Боневтикий распыляет остатки своего рейтинга. Власть в целом гребет, как перед извержением Везувия гребли в Помпеях. ЗСУ из последних сил удерживают позиции, опираясь на донатные дроны и остатки здоровья. Люди с выпученными глазами пытаются найти хоть какой-то ориентир, чтобы не сойти окончательно с ума, часто выплескивая негатив друг на друга, не понимая, что виноваты не те, кто идет по улице вместе с ними, а те, кого на улицах никогда не увидеть без сопровождения фотографов и бригады охраны. Два слова про Израиль. Пронеслись тогда экспертов, пыль осела, можно удивленно выглянуть из-под лопуха. А что это все и в адрес актеров действа, и в адрес аналитиков трактователей было? Еще мы же можем поблагодарить иранский хаэтол за красивое, запоминающееся зрелище. И можно поближе рассмотреть, какие шкварки мы имеем с этого гуся. Первое, что это была демонстрация со стороны Ирана, хотя и достаточно полезная для всех заинтересованных сторон. Речь о России и Китае. Второе, это нам продемонстрировали, что такое партнерство в действии, а не пустые рассказы белых господ в пробковых шлемах о «будем с вами столько, сколько нужно», «будем помогать всем для победы» и прочие сказки для несмышленных аборигенов. Теперь аналитики, оперирующие определением союзники в адрес западных стран, будут выглядеть как, что помягче, фантазерами. Далее, Иран данный раунд имха выиграл в чистую и по демонстрации для сохранения реноме, и как оперативно заявили на уровне ООН, мы удовлетворены, а если что, пеняйте на себя. А главное по экономическому эффекту, ведь любая война скорее рано чем поздно упирается в экономические возможности, а тут у Ирана чистый выигрыш. Какова ценалетного часа самолета, который стоит десятки, а то и сотни миллионов, и который гоняется пару часов за двадцатитысячным шахидом? Топливо, норма часа обслуживания десятков техников на земле каждого борта, принимавшего участие в операции, выработка моторесурса, расходники и запчасти, да хотя бы израсходованная ракета воздух-воздух, которые ушли мимо цели. Сколько всего бортов было в воздухе, не встречал, но уже то, что были подняты американские, британские, французские и иорданские крылья, не считая всего, что способно сбивать самого Израиля, думаю, армада будет значительная, ненамного уступающая числу целей, включая, кстати, самое модное F-35, ну и работа Копола и всех просистем. Конечно, число то ли в 27, то ли в 30 крылатых ракет украинское ПВО, не вынимая зубочистки изо рта, только может недоуменно хмыкнуть при той-то плотности ПВО вокруг Израиля и количества истребителей в воздухе. А вот баллистика, думаю, хорошо взяла на себя противоракет, что тоже недешево. В общем, нас пытаются убедить, что Запад крепок и силен. Ну, как разовая демонстрация, да. Но если б подобные налеты были хотя бы пару недель с перерывом на день-два, то тут было бы куда интереснее посмотреть на мощь Запада. Или уже на мощи. Интересным было то, что работало ПВО Иордании, по некоторым сообщениям Сирии. Иорданцам, к слову, тут же прилетело от перцев. А если сирийцы работали по израильским и союзным бортам, то гарантированно в ближайшее время настигнет отдача. А если по иранским целям, то тут тоже интересно. Далее. В начале налета было несколько сообщений о взрывах в Тегеране. Очень интересно, какие объекты были поражены, потому что и Израиль удовлетворенно сохраняет молчание, и Ирану не с руки рассказывать, что им тут же прилетело в ответ еще до того, как их дроны достигли границ Израиля. Напомнило старый советский анекдот, когда Союз прислал соболезнования в связи с катастрофой Челленджера за три часа до старта корабля. Будет ли продолжение? Да вряд ли. Ирану не с руки, Израилю, вернее, Бибии, стоящими за ним, с руки, но их крик про ответный удар «Ой, держите меня семеро!» с попыткой рвануть рубаху на груди скорее напоминает приглашение к торгу, чтобы западные элиты очередными конфетками успокаивали разбушевавшегося Биби. Заявление дяда Йоси, что штаты, мол, не будут поддерживать Израиль дальше в случае продолжения эскалации конфликта – просто слова. Произраильские христианские элиты самих же штатов этого не позволят. Да и то, что в район были отправлены дополнительные силы штатовских флотов, говорит скорее об обратном. Но не будем же мы допускать, что штаты нанесут удар по Израилю в случае, если он продолжит задираться к персам. Тогда смысл судорожно усиливать группировку. Конечно, вспоминается и возня туда-сюда полсотни тысяч снарядов в конце осени прошлого года, когда их сначала отдали Киеву, но потом резко передумали и вернули Израилю. И идущая мимо Конгресса военно-техническая помощь Израилю, где администрация Белого дома уже ничего не жмет и не мешает. Ну и демонстрация, кто же действительно является партнером, а кому можно и на полшички залетить ракетой. Мир пугнули. Израиль снова на первых полосах мировых СМИ, мы снова где-то на задворках, рядом с некрологами домашних собачьих, брачными объявлениями и букмекерскими ставками на тараканьих бегах. И все-таки не могу обойти плотным взглядом новый закон о провале мобилизации. Есть вопросы, на которые ни мы сами, ни тем более наша власть отвечать не хотим. А надо. К этим вопросам относится и тщательная проверка документов у волонтеров на каждом полицейском блокпосту, и налоговые проверки, и нежелание брать на себя ответственность, и даже особое отношение к некоторым частям, которых считают не живыми людьми, а статистически необходимым ресурсом. Не секрет, что основной движущий массив армии, которая до сих пор воюет, был набран в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения. Это добровольцы. Это такие люди, которые сами приняли решение прийти в армию с целью воевать войну. Прошло два года. Армия оправилась. Страна оправилась. Шок прошел. Человек привыкает ко всему и не может жить два года в состоянии стресса. Поэтому, хотя война никуда не делась и силы обороны жгут десятки единиц вражеской техники каждые сутки для родового украинца. Это какие-то теоретические, привычные десятки единиц техники, просто циферки на картинке. Так же, как и ежедневные обстрелы Херсона и Харькова. Люди ко всему привыкают. Привыкли и к ежедневным обстрелам. Особенно легко привыкнуть к обстрелам тем, кто не живет под обстрелами. Населению нравится воевать добровольцами. Властям нравится воевать добровольцами. Иностранным партнерам нравится воевать добровольцами. Эта же ситуация точно как на уроках украинской литературы. У нас есть класс людей, которыми нужно гордиться и петь о них журловых писень, но которые не имеют к нам никакого отношения, потому что они где-то далеко и живут совсем другой жизнью и мотивируются совсем другими мотивациями. Но ситуация заключается в том, что больше воевать добровольцами не получается. Они заканчиваются. Их заканчивает российская армия. Заканчивают болячки. Добровольцев в 2014 уже почти не осталось. Добровольцев в 2022 тоже все меньше. А воевать с вечечками ГИФ эффективно невозможно. При этом нужно понимать, что большая часть добровольцев живы, но со здоровьем у них не очень. Просто потому, что просидеть в окопе или блиндаже все это время и остаться в порядке в принципе нереально. Поэтому нужно принимать непопулярное решение и массово привлекать в армию недобровольцев. Оно было нужно еще полтора года назад, но мы его не принимали, потому что оно непопулярно. Просто пошли по селам, а когда кончились по селам, по небольшим городам, а когда кончились по небольшим, по большим, а потом уже и по столицам и запустили безумных военкомов рыскать, как волки, ища себе пищу в виде рабочих предприятий, часто критических для обороноспособности. Так мы получили интересную ситуацию. Когда армия имеет самый высокий уровень поддержки и доверия в обществе, а ТЦК самый низкий, хотя ТЦК – это тоже армия. Просто ТЦК – это та единственная армия, с которой на самом деле сталкивается население. С другой армией население сталкивается только в новостях формата «погиб, потерял конечность, попал в плен» и соответствующих журловых песнях. Но это все было не о законе о мобилизации, это было о тех вводных, которые нас привели к этому закону. Паршивое вводное, в комплексе смертельное и мобилизация должна была быть тем горьким лекарством, которое бы нас спасло как страну от смерти. Что же мы сделали? Столкнувшись с необходимостью принять тяжелое, непопулярное, но жизненно необходимое решение мобилизации, президент и верховный главнокомандующий Украины сделал ничего. Отстранился от этого решения, делегировал его в Верховной Раде. Там депутаты, пусть они что-то сами себе порешают, как умеют, он же привел в Раду самых лучших, я напоминаю, у них экспертиза и аппарат у каждого. Жаль только, что этот аппарат максимум в штанах, а не в голове. Также напоминаю, что в украинском законотворчестве существует такая форма принятия решений, как неотложный президентский законопроект. Это такой законопроект, который подается президентом в том случае, если мы как страна столкнулись с важной неотложной проблемой, которая требует принятия важного закона. Президент вопрос мобилизации таким образом проигнорировал, как неважный. Прекрасно. Возможно, кто-то думал, что этого не заметили. Нет, это заметили буквально все. А Верховная Рада в ответ также повела себя в лучших традициях Верховной Рады. Людям, которые не способны организовать мероприятия даже уровня пикника с шашлыками, был делегирован вопрос организации мобилизационных мероприятий на 40 миллионов человек. Конечно, оставшись наедине с проблемой масштаба государства, каждый из депутатов сделал все возможное, чтобы саботировать этот вопрос. Каждый подал правки, ободранные по форме, по сути, или по форме и по сути одновременно, и мы буквально оказались в притче, как 400 человек договорились, что каждый принесет в общий котел бутылку мудрости и экспертизы. Они разошлись, и каждый из них понял, что может принести бутылку божьей росы, а в общем котле мудрости и экспертизы этого никто не заметит. На финише мы получили общий котел божьей росы. То есть закон, который никоим образом не решает ни одной проблемой мобилизационного процесса, но добавляет нам дополнительных проблем, которые еще придется разгребать впоследствии и неизвестно, как именно. У нас появился один класс людей, которым мы серьезно усложнили жизнь этим законопроектом. Об этом почему-то мало пишут, но смотрите. Теперь украинцы за границей, то есть иммигранты, не будут иметь доступа к консульским услугам, если не встанут на учет в ТЦК лично или с помощью электронного кабинета. Итак, пусть мы имеем где-то 5 миллионов мигрантов из Украины в странах Европы. Пусть из них будет 1 миллион мужчин. Теперь каждый из этих мужчин имеет следующую ситуацию. Или он больше не получает консульских услуг, или он регистрируется в ТЦК, после чего гарантированно получает повестку, после чего должен приехать в Украину и получить автомат, после чего теряет потребность в консульских услугах до демобилизации, которой, кстати, не будет. Если человек поставлен в условия, когда он что так, что так теряет доступ к консульским услугам, зачем он будет регистрироваться в кабинете призывника? Мы никоим образом не поощрили этим кейсом никого мобилизоваться, просто лишили консульских услуг. Окей. В чем наша выгода? Неизвестно. Просто Люся получил лишний миллион электоратов. Вот и весь результат. Мобилизацию мы таким образом не усилили. А население, которое привыкло к тому, что солдат это человек, который постоянно в штурме, на броне, рейд, лежит в госпитале, конечно, не хочет мобилизоваться. Люди не любят гореть и терять конечности, и если есть хоть микроскопический шанс этого не делать, не делают этого. Возможно, если бы телемарафон показал этим людям, что военные это не только постоянный Call of Duty летом и замерзающие фрицы Сталинграда зимой, то и отношение было бы другим и добровольцев было бы больше. Даже третья штурмовая уже додумалась до того, что врываться хотят не все и запустила параллельные месседжи типа «Работай в третьей штурмовой». Государство Украины все еще до этого не додумалось. Оно все еще пытается коммуницировать с населением посредством месседжа «Ваши документики», «Ваша повесточка», «Я вас туда не посылал», «Смотрите Дюну, у вас есть и время и Старлинг». Единственным инструментом мотивации Украина считает 70 тысяч гривен. 70 тысяч неплохие деньги, но они не стоят потерянного здоровья, а ничего другого вы по телемарафону не показываете, поэтому никто вам свою ногу за 70 тысяч и не продает. И, конечно, на финише 400 дураков-популистов, напоганных тем, что они могут случайно принять непопулярное решение, не смогли придумать ничего эффективного. Закон мобилизации не содержит никакой действенной мотивации для мобилизации, собственно, равно как не содержит никакой действенной санкции за уклонение от мобилизации. Он не предоставляет ТЦК никаких системных инструментов для работы и не открывает для них никаких государственных баз данных, поэтому ТЦК продолжит шугать над страной как вороны и хватать на улицах кого попало, провоцируя скандалы и еще больше демотивируя население. Конечно, что в таких условиях абсолютно все понимают, что новой большой эффективной волны мобилизации не приводит к какому-то системному усилению мобилизации. А если не будет большой волны мобилизации, понятно, что не будет и возможности к демобилизации. Собственно, вычеркивание демобилизации из закона и отсутствие даже сроков рассмотрения отдельного законопроекта о демобилизации это признание властью того факта, что она провалила мобилизацию. Я вижу всему вышеперечисленному лишь одну общую причину. Страх потеряли. Верим, что и так как-то будет, а если не будет, то меня не коснется. Лично я как-то пропетляю. А проблема у такого мировосприятия также только одна. Рано потеряли. Путин жив, РФ жива, РФ сильнее с каждым днем, РФ готова играть в долгую, РФ может, хочет и собирается воевать еще как минимум три года. РФ может, хочет и собирается торпедировать всю нашу европейскую поддержку и дальше коррумпировать всех европейских политиков и чиновников, которых сможет. РФ имеет мощную военную промышленность, которая становится сильнее. РФ имеет мощный мобилизационный потенциал из буквально миллионов немотивированных дураков, которых она может хватать на улицах без всякого повышения недовольства населения, в отличие от нас. А что имеем мы? Мы имеем размышления населения на тему «Нужно ли защищать свой дом, если это нужно только ТСК?» Мы имеем инициативы власти, которые никоим образом не мотивируют население защищать свой дом, а наоборот поруждают у население вопросы и страх. В этих условиях добровольцы 2022 года, которые шли защищать, а оказались в армии, также теряют мотивацию и из добровольцев становятся уклонистами, просто уже в армии, с оружием, знаками отличия и наградами. Поэтому, если в 22-м мы бежали, в 23-м шли, в 24-м принимая решение мобилизации сели и сидим, в 25-м мы упадем, а российские сапоги по нам протопчутся по дороге в Европу. А тот миллион мужчин в эмиграции, которых мы лишили консульских услуг, будет петь журлеви письни о том, как мы проиграли третью освободительную, хотя были героями и патриотами, красивыми и молодыми, и все у нас было, и английская сабля, и немецкий конь, и украинская победа, и даже рейтинги. Только власти не было. Слава Украине, слава ЗСУ. Зробить донаты репост, якщо вы теж прагнете перемоги. Доля и ролика, и Украины в ваших лайках, донатах, комментах и репостах, то же это и будет ваш внесок в перемогу Украины.